Минобороны рассказала о воздушной части парада Победы 9 мая в Москве. Воздушная часть парада Победы 9 мая этого года в Москве будет представлена 18 вертолетами и 56 самолетом, в том числе самолетом Дрлой-УА-50У, сообщает пресс-служба Министерства обороны. В четверг авиация ВКС провела вторую тренировку воздушной части парада Победы в Москве. Всего в апреле будет 7 тренировок, которые пройдут в Подмосковье. А в мае еще и две, но уже над Москвой, сообщили в Минобороны. При этом подчеркивается, что состав воздушного строя, а также последовательность прохождения вертолетов и самолетов были утверждены задолго до перебазирования участников парада на оперативные аэродромы. В Минобороны рассказали о некоторых изменениях в прохождении авиации над Красной площадью 9 мая. Во-первых, впервые за 4 года в параде примут участие самолет Дрлой-УА-50 и истребители МиГ-29 СМТ Астраханского авиацентра. Пилотажная группа «Беркунты» пролетит в обновленном составе на 5 ударных Ми-28Н. По имеющейся информации, воздушный строй возглавит самый большой в мире вертолет Ми-26 в сопровождении 4 Ми-8АМЧ. За ними клином пролетят 5 Ми-28Н, а следом четверки К-52 и Ми-24. Тяжелую авиацию представят летящие друг за другом три военно-транспортных ИЛ-76МД, Белый Лебедь Ту-160 и 4 Ту-22М3, за которыми проследуют три Ту-95МС, топливозаправщик ИЛ-78 и стратег Ту-95МС, имитирующие дозаправку в воздухе. Легкая часть боевой авиации будет представлена МиГ-29СМТ, Су-34, Су-35С, Су-30СМ и штурмовиками Су-25. Воздушная часть парада начнется после прохождения механизированной колонны по Красной площади и продлится около 10 минут. Время выхода в определенные точки для каждого самолета и вертолета будет высчитано до секунды. Полеты выполняются на высотах от 150 до 450 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час, сообщили в Минобороны. Всего для проведения тренировок и самого парада задействовано 10 аэродромов в Московской, Липецкой, Воронежской, Тверской, Ивановской, Саратовской, Калужской и Рязанской областях.